Привет, друзья! Сегодня мы окончательно проясним вопрос продвижения в топ на ютюбе. Очень много авторов спрашивают, как продвинуть видеоролик в топ, как мне развить свой канал, как раскрутить видео и так далее. Многолетняя моя практика и понимание алгоритмов работы на ютюб показывает, что продвижение в топ ютюба вам не нужно. Почему? Потому что ютюб работает по другим алгоритмам, нежели поисковые системы, такие как гугл или яндекс. Откуда вообще на ютюбе пошло продвижение в топ? Оно прошло от того, что некоторые SEO мастера, то есть search engine optimization мастера, мастера, которые занимались веб-мастера продвижением сайтов в топ поисковой выдачи, они пришли на ютюб и со своими старыми знаниями решили продвигать таким же методом видеоролики на ютюб. Поскольку, ну а в чем разница по их представлению? Вот на ютюбе есть поиск, есть поисковая строка, вот есть результаты поиска. Будем также продвигать в топ поиска и будет вам счастье, будет вам развитие каналов и так далее. Но нет, это так не работает, потому что на ютюбе другие алгоритмы, другие принципы продвижения. В чем отличие? В отличие от поисковых систем, у ютюб есть два ключевых, мощнейших источника трафика. Это главная страница ютюб, та страница, которая открывается, когда вы нажимаете на логотип ютюб, то есть вот вы зашли на сайт ютюб, главная страница, у вас уже ролики предлагаются для просмотра, с учетом ваших рекомендаций. В поисковиках такого нет. Когда вы открываете гугл, вам не предлагают, вот, посмотрите, вам будет интересно, как оформить загранпаспорт, например, такого нет. И второй важный источник трафика. Когда вы открываете какой-то видеоролик, справа от него есть похожие рекомендованные видео. На сайтах, в поисковых машинах такого опять же нет. Когда вы смотрите, например, какой-нибудь сайт элементарно по запросу, не знаю, там, как открыть фирму, как стать предпринимателем, у вас нет справа какой-то выдачи от того же Google или Яндекса, других рекомендованных сайтов, где может быть эта информация раскрыта более подробно, где могут быть дополнительные ответы на вопросы, к примеру, что лучше открыть, ИП или ООО. Этого нет. А на ютюбе это есть. И это другая механика. И успешные каналы имеют основной трафик именно из похожих видео, из главной страницы ютюб. Этот трафик достигает 50 и более процентов. На каналах, у которых обширная аудитория и видеоролики имеют высокий фактор обнаружения, такой трафик из похожих рекомендованных видео с главной страницы ютюба может достигать 80 плюс процентов. Это другая механика. Поисковый топ выдачи, то есть нахождение в топе по определенному поисковому запросу, это очень нишевый вариант. Кроме того, когда вы продвигаете ваши видеоролики через похожие видео, либо на главную страницу, у вас нет верхнего лимита по объему трафика, который вы можете получить. Конечно, он глобально есть в рамках ниши, тематики, языка зрителей, но он не ограничен частотностью поискового запроса. И, к примеру, если по поисковому запросу, как построить деревянный дом в Кирове, частотность этого запроса 1000 запросов в месяц, то больше чем 1000 вы не перепрыгнете. Однако, если вы будете такой же видеоролик, в котором вы показываете процесс строительства дома, продвигать под похожие рекомендованные видео, то у вас не будет этого верхнего лимита, который определяется частотностью поискового запроса. И вы сможете потенциально набрать намного больше, потому что этот видеоролик может попадать в похожие к другим видео, которые набирают больше просмотров, у которых больше трафика, которые набрали 10 тысяч, потом 100 тысяч, 500 тысяч просмотров. И вы будете получать, получать просмотры в течение продолжительного времени по механизму рекомендаций. Как подбираются видеоролики на главной странице YouTube? Как формируются рекомендованные видео? Это выборка индивидуально для каждого зрителя, потому что по каждому зрителю на YouTube хранится огромное количество информации. Это и прошлые просмотры других видеороликов, и поведенческие факторы, и прошлая активность. Какое видео зритель досматривал до конца, какое нет. Где он ставил лайки, где ставил дизлайки, где писал комментарии, какие видеоролики добавлял в плейлисты, и какие добавлял в плейлист посмотреть позже, где взаимодействовал с подсказками, с конечными заставками, на какие каналы подписывался, после каких видеороликов подписывался, какие поисковые запросы вводил, какие результаты поиска открывал, по каким похожим видео зритель переходил, и много-много других информационных факторов. Вся эта информация хранится, грубо говоря, в такой карточке, в личном деле каждого зрителя, каждого пользователя. И это все учитывается при формировании рекомендаций, при формировании главной страницы. То есть, ваши похожие рекомендованные видео и ваша главная страница будут не такие, как у какого-то другого зрителя. Потому что все, что показано вам, формируется с учетом того, что вам потенциально может быть интересно. Зачем это YouTube? Затем, чтобы показать вам наиболее релевантные ролики, которые потенциально могут вас зацепить, и которые вы с большей вероятностью захотите открыть, посмотреть, досмотреть до конца и продолжить искать другой подобный контент. Это нужно, чтобы увеличить время нахождения вас, как пользователя, на платформе YouTube. В том числе, чтобы показать вам больше рекламы, и чтобы YouTube мог больше зарабатывать. Это очень простая логика, потому что каждый крупный сайт хочет захватывать внимание посетителей этого сайта на максимально долгое время. И YouTube не исключение, и у YouTube есть механизм, который позволяет это делать. Работает эта система через механизм искусственных нейронных сетей. Это алгоритмы, которые помогают вот эту всю собранную информацию, огромный массив данных, обрабатывать таким образом, чтобы показывать каждому зрителю максимально релевантные видеоролики, с учетом всего массива данных. Эти искусственные нейронные сети самообучаются, они подстраиваются под то, как вы взаимодействуете с тем или иным контентом, подстраиваются под ваши интересы и под ваши предпочтения. И таким образом YouTube показывает вам наиболее релевантный контент. Это происходит именно ключевым образом, через главную страницу и через похожее рекомендованное видео. Но не через поиск. В поиске могут быть очень узкие, нишевые какие-то запросы, может быть чуть-чуть какие-то коммерческие запросы, может быть конкретный ответ на какой-то вопрос, который будут искать. Элементарно есть какая-то задача, как поменять термопасту на ноутбуке там в таком-то. Это могут найти через поиск. Но опять же, тот же самый видеоролик, через похожее рекомендованное видео, может набрать в перспективе больше просмотров и может продолжать развиваться и попадать в похожие рекомендованные к более популярным видеороликам. При условии, что ролик создан правильно, способствуя достаточному удержанию аудитории, суммарному времени просмотра, что у него высокий фактор обнаружения, то есть он привлекательный в принципе для зрителей, на него хочется нажать, открыть, начать просмотр. О том, что такое фактор обнаружения, как выстраивать контент-стратегию, как работать с вашими роликами, есть подробная информация в методичках по ссылке в описании в нашей бесплатной школе YouTube, которая тоже находится по ссылке в описании. Еще раз резюмирую. Когда вы продвигаете видеоролик под топ-поиска, вы обрекаете свой канал на самоограничение. У него не будет перспектив развития таких, какие могли бы быть при оптимизации под похожие рекомендованные видео и главную страницу YouTube. Ваш трафик будет ограничен частотностью поискового запроса, под который вы продвигаете видеоролик. Продвинуть под все поисковые запросы, либо под мегапопулярные, невозможно, либо слишком дорого. То есть вы можете взять узкочастотный поисковый запрос, по которому показов ежемесячно будут копейки какие-то. И далеко не все из тех, кто увидит эту поисковую выдачу, еще и нажмут на ваш видеоролик. Более того, обратите внимание, что многие видеоролики, которые очень популярны, имеют много просмотров и продолжают набирать, не появляются в поиске на первых позициях. Это очень легко проверить. Когда вы поймете это все, то вы, естественно, если вы здравомыслящий человек, сделаете вывод и выбор в пользу продвижения под похожие рекомендованные видео и под главную страницу YouTube. Вне зависимости от того, в какой нише и в какой направленности работает ваш канал. И более того, вы будете понимать, что те, кто рекомендуют вам или готовы предоставить, обеспечить, в том числе за деньги, продвижение в топ поиска YouTube, они манипулируют вами, они пользуются вашей неосведомленностью и хотят просто выкачивать ваши деньги. Более того, я знаю, что существует следующая схема, поскольку я вижу работу некоторых персонажей, которых иначе как инфо-цыганами назвать невозможно. Они предлагают продвижение в топ поиска YouTube. При этом зачастую просмотры на видеоролик накручиваются, обеспечивается продвижение в топ по низкочастотному запросу, далее накручиваются лайки и накручиваются комментарии. Обычно к таким людям обращаются какие-то региональные бизнесмены, у которых есть какой-то нишевый бизнес в определенном городе, им нужно его продвинуть, они хотят сделать это при помощи YouTube. Более того, часто они не совсем понимают механизм работы YouTube и предполагают, что достаточно создать один видеоролик, и дальше его можно бесконечно долго продвигать, а канал развивать ни к чему. Это тоже кардинальная ошибка, если вам не объяснят, что на YouTube нужно непрерывно создавать новый интересный, качественный контент и взаимодействовать с вашими зрителями. Если вам это не объяснят, то вас, скорее всего, разводят. Так вот, накручивают просмотры, ролик выводят по низкочастотному запросу в топ, накручивают комментарии, лайки. И у того, кто заказывал услугу продвижения, создается впечатление, что все круто, все сработало, сейчас попрут звонки, заказы, клиенты. Но нет, полная тишина, потому что продвижение в поиск – это тупиковый путь. И данные инфо-цыгане создают специальный антураж и видимость того, что ролик востребован, что он продвинут, что он интересен зрителям. И что проблема не конкретно в данном видео, а, скорее всего, проблема в бизнесе или в том пакете услуг, который предоставляет данный предприниматель. И не звонят, не заказывают, не потому что ролик не продвинут, а потому что предложение плохое. Но это-то не так на самом деле. Плохой подход. И плохо то, что данного бизнесмена, данного предпринимателя обманули, изначально предложив ему продвижение в топ-поиска. И плохо то, что он на это согласился, его использовали, из него выкачали деньги, совершили недопустимые действия, к тому же накрутка и подобные действия – это опасно, это зачастую приводит к бану канала. Не все это тоже понимают. И это очень грустно. Очень грустно видеть, что люди на это ведутся, что их так вот обманывают. Печальное зрелище на самом деле. Поэтому те, кто ведутся на продвижение в топ, ведутся, по сути, на самый тупой развод. Не ведитесь на такое. Будьте здравомыслящими, понимайте, как работают алгоритмы, как работает платформа YouTube, чем она отличается от поисковиков, и делайте правильный выбор. Потому что иначе вас просто разведут, выкачают деньги, и вы не получите результата. И вследствие этого многие авторы разочаровываются в YouTube. Говорят, да это не работает, там продвинуться невозможно, это все фигня, нужно очень много денег, нужно постоянно вливать деньги и так далее. Потому что они систематически совершают неправильный выбор. Они выбирают продвижение в топ, и как следствие у них не может быть успеха на YouTube. У нас разные есть каналы, с которыми мы работаем, которые мы продвигаем, не в топ, естественно. И результаты там действительно впечатляющие. Потому что они продвигаются через похожие рекомендованные видео, через главную страницу YouTube. Я надеюсь, что я донес до вас информацию о том, что такое продвижение в топ, и почему этим не следует заниматься. Напишите в комментариях, что думаете об этом. Спасибо, удачи, успехов. Пока.